всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine знаю все давно ждали новых путешествий по планетам в поисках жизни и сегодня мы с вами рассмотрим одну интересную систему которую я нашел в мастерской steam ссылочку на автора я оставлю в описании довольно таки интересная звездная система где есть планета с жизнью ну во всяком случае она здесь могла бы существовать зародиться или быть но перед началом нового путешествия как обычно хочу поблагодарить всех своих спонсоров на канале за месячную поддержку подписку спасибо ребята ну что же мы уже на планете где гипотетически есть жизнь посмотрите мы с нашим астронавтом я даже не знаю как его назвать мэйн мам толк это вообще астронавт аполлона 11 но не суть важно давайте назовем этого астронавта даже не знаю пишите короче в комментариях как бы вы хотели бы назвать этого путешественника по планетам представьте если вы бы стояли бы так бы на секунду даже представьте просто что вы так бы оказались бы и стояли на поверхности планеты где есть жизнь вдалеке от нашей планеты земля так ну что ж давайте сначала посмотрим насколько далеко наша планета земля от этой системы земля расстояние 2276 световых лет да мы в галактике млечный путь совершенно верно ну что ж давайте посмотрим с вершины мы видим большой океан посмотрите это огромный океан воды жидкой воды до симулятор не работает так как он должен работать вообще в полной в полной своей мощи в полной сути то есть некоторые планеты здесь начнем с того что все планеты здесь рандомные да и на некоторых планетах не отображаются данные допустим мы находили терра планеты где была и растительность вода и что-то еще прочее какие-то химические другие элементы хлор и тому подобное но они к сожалению в информации о планете не отображаются поэтому здесь приходится догадываться самому океан жидкой воды на планете так вообще давайте начнем с того что за звездная система коричневый карлик звезда под названием кентара спектр т 0.4 в и самое интересное в этой звездной системе то что здесь 7 планет и им все практически газовые гиганты и они находятся рядом друг с другом то есть на ночном небе можно было бы давайте сейчас я вам покажу на ночном небе можно было бы наблюдать все планеты если бы не было атмосфера уберем атмосферы уберем облака и вот она звездная система давайте посмотрим значит браузер системы планета крисо двойная планета холодно озерная аквария кентара но это не двойная то чтобы планета но это да в принципе как знаете спутник кентара 2b у планеты кентара 2а так как меркурий ой простите плутон да и хорон тоже хорошо отсюда просматривается кентара 3х мы на ее поверхности кентара 4 планета кентара 5 к 2 газового гиганта друг рядом с другом но наверное они где-нибудь а нет они не за горизонтом как я хотел только что озвучить в тени мы видим кентара 7 и планета x вот планеты x на той стороне у нас хорошо так возвращаемся сюда облака атмосфера а так вот что я хотел сказать то что все планеты находятся друг от друга не на большом расстоянии на современном корабле можно было бы долететь ну за неделю сделать такой перелет от планеты друг другу правда я не знаю насколько влияет друг на друга их тяготение притяжение тому прочее интересные горы красиво красиво господи не хватает растительности к сожалению да вот такой отблеск мы видим красноватый даже красноватый коричневый потому что у нас звезда небольшой коричневый карлик ну что же мы по моему далеко улетели от нашего космонавта давайте пролетим над реками озерами да это вода это вода это не жидкий какой-то метан какие-то жидкие газы ох мне показалось даже как будто здесь я сейчас увижу водопад нет различные отложения на на горах так давайте взлетим повыше солнечные сутки на этой планете бесконечны то есть планета захвачена приливным правильно сказать приливными силами звезды так здесь по моему какие-то непонятные то ли пустыне то ли кто ли города ну давайте посмотрим умеренная озерная аквария вообще многие мне в комментариях писали что подобные планеты подобных планетах должна быть жизни даже хотя бы одноклеточная либо какая-нибудь наземная многоклеточная конечно может быть разумных существ как мы с вами на ней нету давайте посмотрим солнечные сутки как я вам говорил бесконечны атмосферное давление 15 атмосфер намного больше чем на земле здесь наверно с с весом с ростом с весом 60 килограмм ты бы весел ну килограмм 200 я думаю точно так температура минус 12 парниковый эффект 185 градусов не точные данные скорее всего я не вижу плотные атмосферы парниковый эффект 185 состав гидросферы м2 состав атмосферы тоже м2 так ну давайте давайте знаете что посмотрим вообще вот зайдем в вики и посмотрим что пишет в википедии про нее в общем скажу ребята так когда заходишь в википедию почему-то у меня крашится сразу игра может быть связано что-то с этим модом но до этого я читал у меня получалось заходите в вики я читал что также составе планеты находится всего лишь n2 азот и со2 соли серной кислоты может быть из-за парникового эффекта я не знаю так окей хорошо орбитальный период 10 10 суток то есть вокруг своей звезды так понимаю она за 10 суток что-то пролетает давайте посмотрим орбиты вот он орбита мне очень кстати интересно посмотреть в этой звездной системы так принципе да как я говорил планеты друг от друга не на большом расстоянии число планетный барри центр кентара 6 так число спутников ухты подожди а вот это я пропустил здесь есть планета с жизнью кто-то что-то я не заметил да куда что господи так все нормально а то меня как-то швырнула за просторы галактики млечный путь браузер системы у кентара 6 а кентара 6b криогенный супер нептун с жизнью органическая одноклеточная воздушная жизнь понимаю понимаю а но это же две планеты два газового гиганта который друг вокруг которого вращается еще один газовый гигант а вот так планета x криогенный мегаю питер лун нету кентара 4 криогенная пустынная карбония чем это он так изрешечен какими-то большими астероидами умеренная озерная аквария кентара 3 мы здесь только что были крисо планета крисо умеренная морская терра а вот здесь кстати в составе почему-то мы видим воду h2o посмотри внимательно атмосферное давление ниже чем на земле температура 0 градусов парниковый эффект также большой вулканы с какой скоростью нет солнечные сутки бесконечно но почему на планете такие сильные ветра я просто даже вижу по размазанным облакам пишите свои догадки в комментариях ладно если бы планета вращалась бы вокруг своей оси за 10 часов тут как тот же самый юпитер да можно было бы понять что такие сильные ветра да был жидкий океан воды я хочу запустить время и посмотреть на вращение планеты и мне кажется подождите планета по моему перевернутом состоянии да она похожа посмотрите действующие вулканы она похожа знаете на уран на третье все планеты вращаются по часовой стрелки против часовой стрелки а это в перевернутом состоянии и планеты x кстати тоже то есть планета легла на бок не так как планета земля я просто увидел почему-то северное сияние как-то в середине находится не на северном и южном полюсе если так смотреть не верху внизу а как-то сбоку что-то странное и мы кстати по моему здесь очень рядом со звездой вот здесь пожалуй я наверное сейчас опущусь на поверхность прямо на большой вот такой действующий вулкан на планете звезда довольно таки близко расстояние всего лишь 2 миллиона сто тридцать семь тысяч километров но низкая температура вулкан кипит вулкан бурлит так а что у нас умеренная морская атера а довольно таки плотная атмосфера а что представляет из себя сама звезда кентара больше похоже на раскаленный юпитер да на зажегшийся юпитер как будто юпитер превратился в небольшую звезду очень напоминает это ну что же вот такое небольшое путешествие в звездную система кентара кто хочет узнать поподробнее в мастерской steam увидите ее ссылочку на название я оставлю в описании и на автора также ну что же если тебе понравилось данное путешествие ставь палец вверх подписывайся на канал и помни что космос и вселенная бесконечная и мы только начинаем свое путешествие в нем ну а в следующей серии нас ждет более интересное путешествие пока новых открытий ввы ну а а ну а